Каждую машину с радостью встречают в приюте для животных. Если собаки ждут от гостей совместных прогулок, то сотрудники помощи в пристрое постояльцев. Ведь после новогодних праздников в вольерах просто не осталось мест для новых бродяжек. Тему продолжит Лада Рыбакова. Именно так выглядит лавина собачьей радости. Волонтер Евгения Аббакумова переживает ее дважды в неделю, когда приезжает в приют Ной Поводок, чтобы выгулять псов. После Нового года на эту процедуру уходит практически весь день. Ведь постояльцы в каждом вольере, собачье общежитие переполнено. Но отказать кому-то из потеряшек или подкидышей в возможности побегать и поиграть девушка не может. Изначально мы приехали просто с сестрой привезти крупу мясное, просто посмотреть, помочь. И когда погладили одну собачку, вторую, третью, и просто уже сами стали по ним скучать. Когда они видят машину, скачут уже, поднимается такой лай, и ты понимаешь, что они тебя ждали все это время. Все время заняты сотрудники приюта. На 200 с лишним собак всего 4 человека. Рук хватает только на то, чтобы съездить за продуктами, накормить, почистить вольеры. Жизнь в приюте поддерживают за счет добровольных пожертвований горожан и средств фонда «Вольное дело» Олега Дерипаски. Когда постояльцев, как сейчас, скапливается слишком много, здесь не отказываются от продуктовых подарков, круп или мясной обрези. И никогда не откажутся от добровольных помощников. Самое главное – это люди. Они здесь нужны, как никогда. Причем нужна не только женская сила, как здесь чаще всего все волонтеры и девушки в основном. Нужна еще и мужская, кто сможет отдолбить лед у вольеров, какие-то подправить, убрать, почистить. Это все-таки мужчинам гораздо легче делать, чем девушкам. Приехать в приют может любой желающий и стать другом по прогулкам, либо волонтером, а может и вовсе новым хозяином. Только в этом январе семью обрели девять щенков. Среди них трехмесячный Балу. Он уезжает в новый дом сегодня. Хозяйка обещает регулярно отчитываться сотрудникам приюта о здоровье песика и обеспечивать ему все, что необходимо. Любовь, конечно. Еду, заботу, ласку. Гулять с ним будем, да? Вообще бы всех забрала. Они все очень красивые и очень жалко, что у них у всех есть семья. Попасть в семью, возможно, суждено не всем постояльцам приюта. Но шанс на кусочек собачьего счастья есть у каждого. Чем больше людей неравнодушных, тем веселее жизнь в собачьем общежитии. А чем больше ответственных хозяев, тем меньше нужно мест в приютах. Не будет брошенных и беспризорных, и вольеры просто не понадобятся. Лада Рыбакова, Виктор Черкашин. Новости по будням.